Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Молитва «Отче наш. Помолимся вместе». Есть прекрасная вещь, которую нас научил, которую нам оставил наш Господь Иисус Христос, и это молитва «Отче наш». Я предлагаю вам помолиться вместе и сейчас. Я готовил материал на следующий подкаст и думал на тему любостяжания, мамоны, крещения. Думал, на что делать следующий подкаст, и вроде бы все хочется сделать, еще столько нужно успеть сделать, и почему в дне всего 24 часа. А у вас были такие мысли? Я помолился и спросил у Духа Святого, что мне делать дальше. А он мне сказал, молиться. Ты еще много сделаешь, много успеешь, а сейчас просто успокойся и помолись. Приди к своему небесному Отцу, Он видит тебя и ждет тебя. Только всегда ты молился сам, а теперь помолись вместе со своими слушателями. Вместе помолимся. Что я и делаю. Я предлагаю вам сейчас помолиться вместе. Просто остановитесь на одну минуту. Помолитесь вместе со мной и продолжайте делать свои дела дальше. Если вы знаете, что такое молитва «Отче наш», то молимся вместе. Если нет, то повторяйте за мной. Мы все молимся вместе и ждем вас. В молитве мы никуда не спешим. Ждем вас и идем вместе. Бог, Отец Небесный, знает вас, видит вас и ждет вас. Просто закройте глаза. Немного склоните голову и представьте, что вы сейчас стоите перед престолом Бога. Он сидит на троне перед вами, а вы перед Ним стоите на коленях со склоненной головой и закрытыми глазами. В смирении, как Иисус Христос в Гессиманском саду. И повторяйте за мной. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш, сущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. Аминь, друзья. Аминь. Спасибо Иисусу Христу за эту молитву, за то, что Он нас научил, и что мы можем всегда прийти к нашему Отцу, что на небе, и обрести покой в Его присутствии. Ну все, друзья. Занимайтесь дальше своими делами. Бог знает, что все, что вы делаете, важно для вас. И как Он наблюдал, как Адам давал имена своим животным, так и сейчас смотрит на ваш труд и радуется. Если захотите помолиться, хочу добавить вот что. Вдруг, захотите помолиться. Вдруг пришла тревога в вашу семью, в вашу душу. Вы одиноки. Или наоборот, вдруг пришла радость к вам и хочется поделиться с кем-то. Открывайте эту молитву, Отче наш, эту запись. И давайте опять вместе молиться и опять молиться вместе. Помните, мы молимся вместе. Мы молимся вместе с вами. Вы не одиноки. Друзья мои, для молитвы и расстояния и времени не существует. Поставьте эту запись на избранное и всегда сможете ее быстро найти. Эта запись была очень короткая. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok